Добрый час, мои дорогие мастера, и с вами, как всегда, Маргарита, и это IT-школа успешных продаж. Вы часто спрашивали о том, какая разница между IT-Rank и IT-Rank Pro. И вот сейчас, начиная с этого видео, я буду вам показывать небольшими кусочками, небольшими партиями, какая информация находится в программе IT-Rank и какая IT-Rank Pro, то есть разница. И начнем мы с вами с первого, что показывается, это значит у нас Plants, и вы можете тут видеть схематичные картинки, что есть и как и так далее, но я вам покажу, как этим пользоваться. Итак, разница у нас бесплатная идет, бесплатная-бесплатная, и показывается, что можно в бесплатной версии делать. И разница в платной версии. Значит, платная версия 9,99 в месяц. IT-Rank Standard Features и так далее, и так далее. Реклама. Соответственно, в бесплатной программе у вас есть реклама, в платной у вас не будет рекламы. И сегодня мы с вами разберем в этом видео Monitor Keywords, мониторинг ключевых слов. В стандартной программе вы можете мониторить только одно ключевое слово, в платной программе мы можем мониторить до 20 ключевых слов. Как это выглядит? Поскольку у меня один аккаунт бесплатный, а один платный, да, то есть платный у меня вот этот вот аккаунт, и я вам покажу разницу, да, как это будет у вас. Мы идем с вами в Tools Monitor. Сейчас подгрузят вот такую вот табличку, да, и показывают, значит, монитор, табличка. Сначала очень сложно понять, что есть и как, и так далее, и так далее, с этим разобраться. С правой стороны показывают нам, какие изделия, где, когда были зафиксированы, согласно табличке, да, и спорят. Вот такой вот у нас вариант есть. И спорят, по какому ключевому слову и на какой странице это было все обнаружено. То есть на какой странице, по какому ключевому слову ваша работа находилась на первой странице. Монитор, он показывает, да, как долго и по какому термину он находился на первой странице. Видите, тут что-то у меня, где-то, допустим, вот какой-то, такая вот брошка у меня находилась. Видите, найдено, возможно, будет текст мелким написано. Но название первой полторы строчки – это название, да, потом последней строчкой выделена Scarf Brosh. То есть по этому термину Scarf Brosh был листинг найден на второй странице и показано, когда число, 14 декабря. Потом мы смотрим дальше. Видите, и листинг опускается, да. 15 декабря листинг ушел на третью страницу по Scarf Brosh. Дальше что? Скорее всего, я ее обновила, да, и он у меня вышел на первую страницу по все тому же термину Scarf Brosh. И уже 16 число. Дальше я пошла чуть пониже, и вот он пошел спускаться, да. То есть вы можете отследить, когда, что и как идет. Есть изделия, которые вот прям сели на первую страницу и сидят там на первой странице. Как с этой информацией работает, да. Вот я вам покажу. Здесь вот такие вот. Значит, я взяла первое колечко, да. То есть оно у меня стабильно сидит на какой-то там на седьмой странице, на седьмом месте, ну, где-то на одиннадцатой, да, на одиннадцатой. Но по какому термину? Оно стоит Victorian Gold Ring. Хорошо. Я иду смотреть Victorian Gold Ring, и я смотрю, должно ли это кольцо находиться там или не должно. Victorian Gold Ring. Давайте смотреть. Что нам Ницца с вами предлагает, да. То есть релевантно ли мое кольцо к Victorian Ring, Victorian Gold Ring. Во-первых, если мы с вами посмотрим, что все цены здесь, да, они в районе от ста и выше, да. То есть это, значит, really Gold Ring, да. Мое здесь колечко, которое сделано из обычного металла, да, и вот я его так вот обозвала, оно вообще не должно находиться здесь. Ну, и толку-то, что я здесь нахожусь на первой странице, но человек, который ищет Victorian Gold Ring, он его не будет обнаруживать, да. То есть ему оно как whatever, да. Не важно, не важно, что у меня тут на первой странице стоит, люди ищут совершенно другой товар по этому тегу. Значит, что? Значит, мне нужно этот товар перенести в совсем другое место. Либо это Porcelain Ring и так далее, либо Hand Painted, либо Floral, либо Abstract и так далее. Но убрать его отсюда с Victorian Ring, да. Давайте я его посмотрю, где у меня там. Даже если у меня Victorian Gold Ring, да, вот здесь он у меня, и оно, это кольцо у меня как бы высветилось, да. Тут у него 30 человек за фейворити, там оно уже не первой, как бы не первой свежести, да. То есть давно у меня это колечко стоит, но оно стоит не в том месте, да, Victorian Gold Ring, и, скорее всего, у меня есть Victorian Gold Ring и так далее. Значит, мне нужно что-то переделать и передвинуть его в другое место, чтобы оно более значимо было видно, да. То есть это вот как я работаю с такой вот полученной информацией через эту табличку. Например, давайте посмотрим еще какое колечко. Трифари, да, то есть у меня трифари джури стоит, оно, но это свеженькое мое. Оно вот у меня стоит замечательно на первой странице по трифари джури. И потом, хоп, оно у меня спустилось куда? На вторую страничку ушло, да, и опять сейчас немножечко постоять на вторую. Либо мне его обновлять, либо передвигать ключевые слова. Может быть, может быть в этом, да, поскольку, да, трифари джури, но это кросс. Значит, мне нужно, может быть, придумать так, чтобы было statement cross pendant, да, либо gold cross necklace, да, что-то такое, где оно будет находиться гораздо более в тематике. Gold cross necklace, давайте, gold, statement cross necklace. Окей, statement cross, вот, да, оно есть. То есть люди это будут искать. Statement cross necklace, и вот оно, оп, я тоже здесь есть, замечательно, да. Значит, просто сидим и выжидаем. Оно и здесь у меня есть. Но это уже люди как бы будут смотреть. Если вы проверили, если у кого платная версия, вы проверили и видите, что работа находится там, где мало релевантности, да, значит, нужно что-то будет двигать. Это вот что касается монитора, да, и spotted listings и так далее. Теперь дайте мне секундочку, я переключусь на другой аккаунт и покажу, как это выглядит в бесплатном аккаунте. Так, мы сейчас с вами находимся в платном аккаунте, и, как видите, тут у меня уже сразу реклама появилась и так далее, и так далее, да. Опять-таки мы с вами идем в tools monitor. Я буквально вчера, да, перед тем, как готовиться к этой записи, опять-таки реклама выпрыгивает, я добавила keyword, только одно слово можно будет. Поскольку это магазин мужей, я добавила custom temperature at home, да, и за 24 часа, даже меньше. Вот у меня три листинга, да, не показывает, видите, не показывает, где spotted, да, то есть это разница платная и бесплатная. Я не вижу здесь окошечко spotted, но вот они показали мне, где что было найдено. Итак, как я и вам говорила, смотрим, что у нас нашлось на первой странице, и вот по этому слову custom temporary tattoo, я есть на первой странице, да, 33 депозития. Давайте посмотрим custom temporary tattoo. Custom temporary tattoo. Давайте посмотрим, что остальные предлагают, да. Релевантная моя сова на первой странице по custom tattoo, да, то есть мы что с вами видим? Мы с вами видим, мы даже мою совушку-то не видим, но ничего страшного. Да, мы с вами видим, что в основном идет текст какой-то, да, либо имя, либо то, либо все и так далее. Вот моя сова здесь выходит. Custom name и так далее, custom numbers и так далее, и так далее. Поэтому вот то, что моя сова выбилась сюда, да, с одной стороны, у hooray, да, неплохой текст, но с другой стороны, люди, которые ищут custom, ну, им сова будет, ну, может быть, они кликнут на нее и так далее, и так далее. Скорее всего, нет, потому что они ищут какой-то текст, чтобы напомнить. Значит, задача какая будет? Задача моя будет, как владелица магазина, под custom tattoo попробовать выдать какие-то, вот такой вот листинг, да, может быть, его обновить, и он передвинется, да, либо где у меня custom, custom, custom name tattoo, да, либо вот эти вот листинги мне нужно будет передвинуть и поставить их custom tattoo, custom name tattoo. Видите, а у меня нигде не стоит в начале custom temporary tattoo. Значит, я что-то переделаю, чтобы вот сразу было покупателю видно, что это будет за custom. Итак, как вы посмотрели, да, разницу между платной и бесплатной по поводу монитора. Мы заканчиваем, у нас с вами 10 минут заканчивается. Так что попробуйте посмотреть в вашем разделе, какую информацию вы сможете выудить из вот такой таблички. Еще раз очень благодарю, с вами была Маргарита. Это IT-школа успешных продаж. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok